коврик на коврике на коврике третий коврик привет привет всем сегодня кто заметил ко мне на видео сейчас я усядусь и проверю камеру все хорошо и буду снимать распаковочку что я сейчас закончила два своих заказа который ну долго из того что я отвлекалась еще совместный проекта еще какие-то для тк работы я долго эти заказа сделала полтора месяца два львомочка я сделала но наконец-то я их сделаю по год праздновать распаковочкой материалов распаковочкой крутых штампиков и здесь крутая упаковочка моим история у меня спонсоры в проекте из полки вон они давали скидочку до 31 мая марта да а потом мы еще немножко продлевали до 15 апреля и вот я уже в последние дни думаю воспользуюсь такая еще последний раз скидочка это моем story потому что я увлекалась касс я уже вам все плешь проела с этим кассом но так и есть и поэтому все почти все плешь проела с этим касс но так и есть и наверное поэтому все сейчас более-менее большие покупки у меня связаны с этим моим увлечением направлением страстью собираю материал по большей части это ножи ножи штампы и штемпельные подушечки вот что и сейчас к этому делу покупаю так это у меня здесь остается сторонку эту сторонку штампики сидут и здесь накладная что я и как купила и буду вам говорить но тут оля мне как на президент за сп подарила подарочки смотрите какие штампики клевые я не знаю это из ассортимента может быть и новиночки веточка шиповника артикул 444 красивая такая очень резная как раз и в касс будет сто раз смотреться очень маленькие такие нюансные гортензии артикул 651 сейчас будем все тестить интересные штампы тоже мне отлично подойдут для открыточек простых таких надеюсь что там видно вот и баночки баночки даже не видела такие примерно до гортензии то понятно и листочки а баночки классные просто банки называется артикул 655 тоже одна из стегом такие с подвязками с какими-то это ряпочками просто на такой застежке железный прикольно сейчас все по штампе так а дальше пошел мой заказ оказывается я ошибалась что у наших производителей нет многослойных штампов есть даже более того я вам скажу мне кажется у меня был от моем story я покупала листочек и с ножом он шел многослойный но он как-то наверное предразумевался для цветоделия и я тогда не увлекалась многослойным штампингом поэтому я его не оценила и по моему я его куда-то продала как-то он мне не ходи не ходовой был листочек а сейчас я такая что пожалела но думаю ладно я уж такой не буду брать возьму другой называется манжетка такой листок и видите он как раз идет основание цвет потом какая-то тонировка тенюшки и сверху прожилки тут три слоя таких классных еще несколько там листочков есть подобно плану может быть они тоже для цветоделия и по-моему даже цветочки были вот дальше здесь памятка по уходу за штампами все как обычно классно и следом идут у меня куча надписей и домики ой видимо здесь еще шоу вот к этому это наборчику ножичек вот видите какой классный то есть прям как все по законам жанра касс когда идут многослойные штампики к ним контурный нож но сейчас будем все тестить пробовать так я теперь всех этих вот шарушках здесь сейчас приберу и покажу надписи какие взяла для открыток само собой мечтай масштабно мне понравилась вот эта серия надписи что они идут в двух разных шрифтах и типа рукописный и такой вот просто шрифт красивый и размер не сильно большой не сильно маленький для открыток и сами надписи тематика не просто поздравляю поздравляем с юбилеем днем рождения а вот какая-то мотивация есть да разреши себе тоже такой потому что как правило такие открытки у меня ну на день рождения как-то их будет слабовато дарить до такой праздник или там какой-то юбилей да вот именно как такую напоминалку какой-то послать например подарочек вместе приложить собирая этом девчонкам и разреши себе тратить больше например на что такое классно так артикул и даже не сказал да вот тут 488 10 489 сегодня твой день тоже классная мотивационная надпись здорово и шрифт такой интересный и этот и этот рукописный 484 и делал делай что любишь да скрап это практически скрап делай то что любишь потому что скрапить мы любим 486 и домики много домиков у мемсторе есть отдельные домики есть и по три и дизайны немножко разные я взяла такие рисованные они видеть немножко такие кривые как будто от руки нарисованы рига называется наборчик 514 вот хорошо мне кажется будет смотреться на эмбосинге и в детских работах и в принципе таких ну даже свадьбных почему нет так конечно рисовка такая не параллельная да не строгая но в этом есть и свой шарм этих конкретных домиков так давайте штампить что достанем акриловый блок потом наверное даже доску свою доставлю потому что там многослойные играть начнем из домиков посмотрим как всегда в моем створе в стампы фотолемии полимерные плотники такие качественные но они должны напитаться поэтому не ждите что сейчас с первого раза получится четкий оттиск должны напитаться чернилами и тогда со 2-3 раза уже будет отлично и все потом постоянно работать я ищу представляете еще один акриловый блок я вот уже нацепила и думала где я акриловый блок только что его увидела так я буду вот от момента черными штамповать можно конечно попробовать новый мой архивал но он по-моему расплывается сейчас посмотрю как раз на протесте ну вот надо напитать посмотрим бумажка мне не сегодня не сильно белая но мне вот эту вот желтоватую тоже надевать а здесь просто черные оттиски мне скорее всего будет поэтому буду ее использовать хотя я знаете такой жмот я вот сейчас наделаю хорошие оттиски вырежу и немножко съехала у меня и потом буду еще где-нибудь использовать да без без этого попробовать да вот без этого даже я съехал тут вот первый дом и да видите даже все прекрасно с первого раза такой домик многоэтажки такие сейчас тут будет целый микрорайончик так вот мне сейчас не хватало в свадебном альбоме мне не хватало я сейчас детские делала открытки у меня были мысли с домиками но как-то как раз когда их 6 6 дизайнов можно такую целую улочку выстроить такой периметр домовой туда же смотрите с входной группой домик вот ведь ступеньки есть можно тоже при желании раскрасить интересно но вот раскрашиванием я пока штампов не увлеклась пока для меня это слишком долго это еще одна статья расходов это надо какие-то супер тонкие на инфломастеры покупать что ли потому что те которые у меня есть китайские но они не подойдут вот и детальки такой имитации кирпичиков что ли домик так это у нас уже 55 а я делал уже почему у меня один без очереди прошел какой-то я не пойму какую я уже сделала ладно будет один два раза запуталась а ну потому что первый я два раза делала все не соображу я сегодня не выспалась кто-то орал полночи не будем говорить кто это так здесь тоже с кирпичиками смотрите даже напитываться не так надо сразу прям там будет отличным а может быть я уже так поднаторила в штампинге ну вот это чуть-чуть краску не донесла ну я сейчас конечно эти вот оттиски чё-чё-чё просто так про штамповала надо повырезать и куда-нибудь их тоже пустить даже в слои чтоб хотя бы служили классный наборчик реля давно хотел от мамской домики так давайте теперь вот эти вот подарочные посмотрим надписи в конце и многослой сделаем цветной вот сегодня будет 2 распаковки я сейчас еще планирую сегодня планирую пойти на почту мне надо отправить эти отдельно отправить мне нужно альбомчик мужской мне купили так здорово тропически вот я сделала я как выложила купили его такие классные гортензии мне хочется их еще шлёпать и еще шлёпать и еще шлёпать вот три градации как раз цвет пойдут вот тропически почти купили потом выложил мужской спустя неделю его купили вот надо сейчас отправить сейчас я свадебный выложу я надеюсь что его тоже выкупят так мой здорово не знаю для цветоделов подойдут такие или нет штампики но прикольно очень такие детальные класс так вот я планирую на почту эти открыты любом и там не должна была прийти посылка из скраб маньяков твери у него была закупка папочек для тиснения вот с китая и это мне пришли папки классные у вероника уже выложила обзор аханела только пришли не и тоже наверно покажу упаковку так веточка шиповника такая нюансная красивая легко отходит от подложки но клейки слой классный это здорово я уже как стала шнампить начала ценить этот хороший клейкий слой особенно на многослойных штампиках вот такая веточка вот ее наверное можно попробовать раскрасить по крайней мере мне например акварельными карандашами ну или даже попробовать этими маркерами я вот прям с этими штампиками планирую серию видосов снять вот поэтому жду вашу поддержку на этом видео лайки комментарии репосты всегда очень радуюсь когда вы меня так поддерживаете не забывайте пожалуйста как-то отблагодарить если вам понравился обзор просто хотя бы лайк поставить а еще и в комментариях помогать мне ну это вообще будет высшая похвала так эти посмотрели баночки давайте классные баночки впереди лета закрутки летней работы мне кажется в каждой почти такой летней коллекции есть какие-то баночки подобного плана особенно там на тему сада огорода такое я не буду тоже здорово смотреться прям актуально вот такая банка на с штриховкой красиво прям те мне мало один раз проштамповать мне хочется несколько раз сразу оттиска ставить такие вот для меда мне кажется мы используем баночки можно их сделать на пластике я уже делала подобного плана меня бутылочки там были на тему гарри поттера от эти просто да и раскрасить тоже алкогольных мастером например крышечки да а здесь будет только пластик и будут красивые такие высечки у меня есть 100 зоны хотя фото полимерные штампы я знаю не дружат со штажен со штаженами но пару раз я думаю можно я не планирую штампами этим пользоваться тысячу лет и думаю ничего страшного и сделать короче такие ацетатные высечки баночки красиво и вот так с таким полотенчиком сверху баночка красивая ой спасибо большое за такие подарки так дальше давайте надписи посмотрим . заканчивается и очень хочется поэкспериментировать с этой многослойной веточкой так делай то что любишь эти вот надписи конечно так красиво хранить но наверное я все-таки их перемещу в кейс мой от моем story тоже для хранения штампиков целую выделю для него целый раздел как назвать папочку внутри и классно и будто мне все надписи чтобы наглядно было раз взяла от штамповала положил так классно вообще здорово для открыток будет красота так фоточку будет красиво сделать сегодня твой день вообще там еще больше было надписей я решил что мне пока хватит сколько я четыре взяла пока хватит мне очень не хватало на русском языке потому что мне покупаю иностранные штампы многослойные там конечно есть прикольные надписи но они естественно на английском мне как-то не очень хочется английский использовать конечно когда красиво и уместно я использую но все-таки мне роднее наш язык и как-то вдохновляет больше его использовать поэтому если есть возможность я делаю русские надписи и вот с этой целью заказал мемстори у меня же еще есть большой набор он больше для альбомов от мемстори не альбомов от мемстори штампик от мемстори а для альбомов так вот у меня такой корзинкой стяжут под искалки вон у скромный заказ до были вот и тропическом альбом я использовала вот это еще не использовала в работе только тестила а текст как-то пока еще у меня проекты шли детские а я куда-то не значит я его положила слушать чтоб не забыть про него я его положила сюда вот такие надписи там кстати они же есть по смыслу но немножко в другом рукописном шрифте счастье когда все вместе независимо любимые верные друзья душевно близкие люди любовь простые радости на долгую память счастье нежность красота радость вот такие здоровые и в принципе можно и в альбом и можно и в открытку но некоторые открытки у меня получается слишком такие наивные для таких надписей но обязательно будут тоже использовать вот поэтому я рада может быть некоторые можно в тандеме использовать до делать то что любишь ну на долгу память в общем наверное эти тут самодостаточные а если были отдельные слова так сегодня твой день попробовала делать то что любишь попробовала разреши себе сейчас я себе разрешу открыть этот штампик и разрешу его себе потестить так ну чуть-чуть не хватило подложки чтобы протестить вот четко мне кажется еще с эмбосингом будет смотреться потому что не сильно тонкий обрез и из пудре будет классно смотреться пудра хорошо ляжет особенно если не крупная пудра вот так ну последняя надпись мечтай масштабно ну-ка о чем мечтаете масштабно напишите мне напишет я вот что-то заметила я что-нибудь спрашиваю вы ничего не пишите наверное в это время мойте посуду во время моих видос и вас руки заняты чтобы отвечать о чем вы мечтаете масштабно я мечтаю масштабно о новой квартире и новом рабочем месте соответственно вот можно сделать доску визуализации ну-ка напишите кто-нибудь делал еще тема для надписи до доски в визуализации делали нет я в университете когда узнала эту всю систему делала доски и знаете у меня срабатывала особенно такие которые основная цель была на доске там вот перед универом у меня в 11 классе было поступить в институт на бюджет я прям везде фотки был ты поступишь надписи мотивационные я поступила и на бюджет вот поэтому работает можно сделать вот мечтай масштабно новую квартиру повесить тут перед или красивое рабочее место своем да и повесить перед лицом чтобы наслаждаться и мечтать о новом рабочем месте но такие штампики красота же прям не как принт получился или листок для вырезания да надо его только раскрасить и будет здорово так ну давайте попробуем теперь у меня тут все в штампах штампах вот этот вот манжетка наверное такое растение называется да здесь мне уже нужна доска для позиционирования я вас потрясу вот она моя грязная уж такая доска но зато она такая довольная что ей пользуются ну я так думаю так девочки там не писали а ты чего не магнитишь но у меня потому что не магнитная доска она у меня просто пластиковая доска этот номер киперс никакие магниты здесь не магнитится это наверно какая-нибудь одна из первых разработок или не знаю почему номер киперс сделали такую доску но вот пока я не планирую если я сейчас пойму что я полгода год ну полгода хотя бы прям не перестаю наслаждаться кассом и постоянно пользуюсь этой доской то я может быть куплю себе инструмент именно с магнитами чтобы было удобно пока я вот ну там неделю пару раз ей попользовалась ну я и скотчем зафиксирую или вот так в принципе вот эта вот поверхность она такая как будто немножко бархатная и в принципе вот на ней не так чтобы легко двигается бумажка может быть просто она мне грязно так давайте начнем какие я возьму цвета надо выбрать самые еще сложные красивые выбрать цвета давайте начнем с зеленых и надо еще салфетки принести какой-нибудь вот такой какой-нибудь вот такой и черные будут прожилки сейчас салфетки принесу так я сначала конечно приготовил оксайды горло на то попало но наверно сначала начну вот с инков потому что все таки для штампинга лучше инки и тут многослойного как-то интереснее чтобы они наслаиваются друг на друга потому что они полупрозрачные а попробуем теперь с этой доской тот мой листик я даже доской не пробовал а мне кажется без доски многослойные штампы конечно не работает так чтобы вырубку потом сделать чуть подальше сделаю так давайте как он через один вот этот например цвет буду использовать так я уже начала немножко накосячила тоже цвет не тот сильно темный взяла нам все тоже начинать быстрее быстрее так на нашу на мое основание даже пока еще видите другие цветами сюда и прессом от яны прохожусь мой любимый сейчас инструмент при штампинге так ну пока бледновато чуть-чуть еще нанесу сюда так дальше я беру вторую часть чтобы протереть штампик надо и вот теперь нужно попасть в рельеф ориентируется по крайней мере мне кажется попало так 2 цвет нам не перепутать закрываем ну вот такие прожилочки получились у меня и и последние прям сами прожилки тоже нужно попасть красота так сейчас попробую еще с оксайдами всю систему провернуть вот ну и так уже здорово смотрится красиво мне кажется мне подобный приходил этот цветочник сам цветок уже готовый листочек приходил кого-то мне кажется я пользовалась сейчас оксайдами попробуем красиво кстати зеленый чуть я на него ругалась может быть то что у меня бумажка немножко желтоватый он как раз с бумажка цвет смешивается получается тот что мне нужно обычно он такой немножко похолоднее оттенок а вот мне хочется прямо такой травяной и я поняла как с тобой дружить зеленый цвет а то я все в поиске так и эту часть так потемнее зеленым оксайдами конечно неудобно то что подушка нам к краем краям паре поднимается как бы и рельеф и к серединке получается прогал так ну тоже ничего так нюансно так черным мне кажется сейчас будет перебьет может быть коричневым но из коричневых меня только вот такой темно-серого у меня нет сейчас попробую коричневый сделать это прям такой вот как сказать как раз рисованный получился листик такой катсовский прям а вот это уже такой эко больше вариант и сейчас пойду и прорублю это тело смотрю как у меня этот пойдет ну вот он еле виден может быть так конечно хорошо сейчас еще раз попробую именно цвет такой получился что он не сильно потемнее бы чуть-чуть хотя такой прям натуралистичный листочек получился так ну так получше второй раз ну тут прям красиво получился вот сейчас буду прорублю мне тут есть и ножичек классный и покажу вам результат так но я прорубилась смотрите что интересно он прорубает без контур даже видите оставляет такие части можно кстати в открытках тоже использовать ну конечно не надо такой многослой просто один слой и потом ножичком будет такой интересный контур ну вот сами получились вот такие вот вырубки у меня я не видите здесь без ножки прорубаются вот такой вот такой вот это по сути надо немножко затонировать за нож коричневый начинок вырушить краешек и будет такой натуралистичный листочек может быть аппликатором это надо было сделать поаккуратнее но мне уже хочется побыстрее посмотреть результат вот так затонировать вот и прям как высечка готовая высечка да можно разные цвета сделать там еще есть несколько дизайнов на сайте многослойных я наверно посмотрю в тандем да к этой прям очень мне нравится как получилось это конечно так немножко по детскому варианту прошлись вот это вообще я испортила ну может конечно ничего нам на ней сделать но я уже не вижу смысла вот это такой ненатуральный или похоже на какую-то может быть кувшинку такую бирюзовую мятную вот а это красивый цветопутерси ссылочку на моем истории оставлю вам проходите подписывайтесь на телеграм-канал оля ведет своими штампиками надеюсь что и я скоро там появлюсь сделаю пару видюшек и может быть воля меня разместит в себя поэтому подписывайтесь обязательно ссылочки оставлю но сейчас включусь еще чуть попозже посмотрим папочки на объяснение так и вторая часть распаковки меня с магазина с крапаньяки дверь была закупка папочка вообще пришло очень круто я уж просто сейчас видите притеснила чтобы показать шелчу подарочка такие паяточки розовые спасибо большое оксане было сверху пленка потом крафт-пакет потом коробка в каждой папочке в таком пакете плотном качество папка вообще отличная была закупка от нами с китая цель я вот сейчас не помню в районе не кажется 300 или дешевле рублей за папку очень дешево еще такие вот они 3d наверно пришли я думаю тут штуки 45 оказывает всего три я заказал я не помню сколько я сказала мне кажется месяца полтора закупка может быть два шла вот что вот это вот полно превьюхи была папочка на верх они все 3d я конечно 3d не очень люблю потому что мне нравится когда 2d то есть один второй слой я могу один слой покрасить с одной стороны он протеснится и будет фон ли при оборот какой-то фигурка 3d так не покрасишь но что здесь несколько уровней вот это раз со вторых идут сильно не протонируешь ну сейчас какая-то такая тенденция что все почти папки выпускают 3d это аналоги американские мне кажется по крайней мере вот это вот точно по качеству у меня есть оригиналы вот от стимхольд сизикса который 3d вот по мне один в один только там серовато еще потемнее пластик а здесь вот такой светленький тоже самое очень плотный пластик не хлипкий отличный в общем берите на заметку папки можно эти брать вот такая лесная но она типа зимняя но мне кажется можно и на осень ее до зиме только елки это елки и летом же есть да у нас и деревья с веточками прикольно интересная такая с обратной стороны получается я тесню на втором уровне пикшот открывается эта часть и с одной пластиной б только это мне кажется тут немножко кое-где есть уже прорвалось на площади же наверное так вторая мужская вот такая похожий дизайн и несколько раз в 2d заказывал с алиэкспресс не так и не пришел вот тут наконец-то меня взяла для каких-то таких мужских работ но не типа стимбанка просто про папу там да ну что-то такое он дымэ но даже коллекция тоже подойдет здесь ну тут даже не сильно 3d здесь наверно 2d на больше да в принципе здесь можно тут один фон покрасить а там будут внутренние части вот объемные красивые такие блин классно папка нравится вот собственно но крупноватый момент тоже видите наверное был на уровень поменьше я протиснила она прорвалась у меня акварелька вот и этот крупноват конечно элементы есть сантиметров 7 наверное идет вот и последнее цветочная вообще много разных папок был какие-то меня повторялись и где-то да еще касс кстати не не совсем не подумала сейчас надо будет если будет закупка посмотреть для касса потому что вот это вот подойдет такая цветочная интересная 3d папка вот это кстати не провалась а вот этот слушайте можно высечки так делали сильнее прорубить и уже у тебя вырубка пошла из ножа тоже вот все точно пока по размерам они мне кажется побольше чем стандартный обычно тут 10 с половиной именно сам рисунок на 16 вот это тоже где-то тоже здесь с половиной на 16 ну 16 притык наверно 15 7 может быть и здесь тоже 15 с половиной наверно на 10 с половиной так что даже на подложке есть напитать можно ну такие вот цветы вверх-вниз здесь нет тоже с обратной стороны красивую для открытки просто много-много разных цветов и листочков вот обратите внимание короче буду следить когда будет еще закупка папочек ссылочку тоже на скраб маньяки оставлю все рада что вы со мной побольше времени вам на скраб и пока пока